В перерывах между уроками и после них, без пяти минут выпускники репетируют вальсы и танго. Хочется, чтобы последняя линейка стала событием. Поют песни о школе, с которой будет нелегко проститься. Уже сейчас на глаза наворачиваются слезы. Выпускница школы номер два Лена Полторак планирует учиться в Санкт-Петербурге. Школьных товарищей будет вспоминать с теплотой. Особенно сплотила учеба в старших классах. Надеется хорошо сдать экзамены и получить золотую медаль. Кажется, что все легко, но на самом деле это не так. И когда бывают сложные минуты, главное, чтобы кто-то рядом стоял. Для меня это были такие люди, как моя мама. Папа принимал иногда участие. Галина Константиновна, мой классный руководитель. Уже начались консультации к предстоящим экзаменам. Школьники решают задания, готовятся к ЕГЭ. Кажется, все мысли ребят о формулах и правилах. У меня были проблемы с математическими предметами. Научными такими, как геометрия, алгебра, физика. Но получилось? Получилось. Но очень долго к этому шла. Старалась, занималась. Приходилось чем-то жертвовать. Своими интересами, временем свободным. И результат Маргариты – золотая медаль. Еще один медалист средней школы номер 4, Владислав Салимоненко, готовится поступать в Высшую военно-космическую академию имени Можайского. Кроме учебы, в его ежедневном распорядке – спорт. Тяжело быть отличником, потому что нужно готовиться по всем предметам. Помимо предметов, еще нужно успевать физически быть здоровым. И секрет простой. Просто нельзя ничего забрасывать. Надо постоянно идти, если тяжело, все равно бороться со всеми препятствиями. И постоянно к чему-то хорошему стремиться. Быть круглым отличником ответственно еще и потому, что эти ребята отстаивают честь школы на олимпиадах и конференциях, в конкурсах и спортивных соревнованиях. Они настоящие звездочки и школьная гордость. Год заканчивается очень хорошо. У нас ожидаются 11 человек, медалистов. Где-то почти 60% выпускников 11 классов заканчивают школу без строя. Это на целая победа, знаете, вот сейчас получить золотую медаль. Есть у нас вот девочка одна, которая прибыла к нам летом с Украины. Но, знаете, вот ее знания оказались вполне достойными. И она тоже получит уже нашу российскую золотую медаль. В прошлом учебном году медали за особые успехи в учебе получили 39 анапских выпускников. В этом году уже 91 претендент на медаль. Только этим ребятам известно, сколько труда стоят самые первые в жизни медали.